Субтитры сделал DimaTorzok Я так не люблю это слово, заезженное Дело в том, что я учусь в Америке, учусь в городе Бостоне Планирую здесь учиться ближайшие 4 года И что особенно важно, я учусь не в обыкновенном институте А учусь в музыкальном колледже, музыкальный колледж Беркли Собственно, то, как я и называю свой блог Это один из самых престижных музыкальных вузов мира Который специализируется на неакадемической музыке То есть это джаз, это рок, это хип-хоп, если хотите Тут есть гитаристы, которые исполняют металл Я не такой, я не исполняю металл Но я слышал о том, что такие люди тоже существуют, не только на экранах Значит, я в Америке нахожусь сравнительно недолго, чуть больше месяца Но уже у меня появились какие-то впечатления, да, которыми я хотелось бы поделиться Вообще людям, которым интересна Америка И, наверное, всё-таки прежде всего людям, которым интересно образование в Америке И я знаю, что у нас таких в России много И тех, кто хочет учиться в Америке И тех, кто хочет своих детей отправить учиться в Америку Поэтому, может быть, мои заметки как-то будут кому-то полезны Я надеюсь, я не знаю Я надеюсь Я не блогер вообще Я сейчас гуляю по самому центру Бостона Как видите, там меня окрыляют высотки И различные автомобили Трафик тут практически московский Мне вообще очень легко сравнивать с Москвой Потому что я из Москвы Значит, первое впечатление, которое возникает Это архитектура И прежде всего Её мощь и массивность Потому что первое, что вы видите, конечно, это высотки И это касается не только Бостона, как вам известно всем И не только Нью-Йорка, как известно всем Это касается и Чикаго, и Лос-Анджелеса, и Вашингтона Здесь много огромных городов И архитектура вся показывает величие страны То есть первое впечатление Да, я попал в великую страну Во всяком случае, по архитектуре понятно, что Америка точно считает себя великой страной И, между прочим, я говорю не только о высотках Потому что даже самые обыкновенные, казалось бы, здания Они всё равно какие-то огромные Просто это, видимо, такая эстетика Американцы любят всё большое Автомобили Огромные грузовики Какие-то школьные автобусы В общем, у американцев действительно всё большое И это производит такое впечатление Ого Вау Как ни странно, даже наши учебники, по которым мы учимся в колледже Они сделаны немножко по-другому У них есть такие книжки обычные, с переплётом, как у нас Но большая часть... Можно не слушать музыку так громко, когда я говорю, пожалуйста? Но большая часть книжек, которые мы покупаем Это вообще смешно, потому что мы покупаем обычные, обычные распечатанные листы Просто вместе собранные К ним нам ещё нужно докупать отдельные папки И эти папки огромных размеров Они зачастую... ну, как бы, они помещаются не во все рюкзаки, что забавно Бостон очень чистый город Безопасный И это очевидно, потому что он такой, скажем, студенческий В Бостоне концентрация студентов и профессоров Самая высокая в Америке Здесь находится Беркли, где я учусь Самый престижный вуз современной музыки в мире Здесь находится MIT Это лучший технический вуз в Америке Здесь находится Гарвард Лига Плюща Здесь есть Northeastern University Здесь есть Boston Conservatory Boston University Это что-то вроде нашего МГУ Не по значению, а по структуре Потому что Boston University Он специализируется на разных... На разных факультетах и на разных сферах Там есть и точные науки, и гуманитарные науки И там очень мощный факультет искусства Я пианист, и там преподает... Я знаю, что там преподают очень известные пианисты Вот, у которых тоже, конечно бы, хотелось бы поучиться Здесь, например, интересно то, что у каждого университета есть своя полиция Я не знаю, как это работает и кем это продекларировано Но у нас в Беркли есть определенный штат полисменов, которые работают только для обеспечения безопасности в нашем колледже И в районе нашего колледжа То есть у нас автомобили, там так и написано Беркли Полис И у нас есть свое отделение В которое любой студент Беркли Может сходить, оставить заявку По поводу чего угодно У меня украли макбук Вот уроды, найдите его Это, кстати, не очень смешно Это не очень смешно Немножко расскажу про систему образования Это очень интересная тема И я, если буду продолжать свой блог Я буду об этом говорить больше Потому что есть действительно много, что об этом сказать Первое впечатление такое Вау, ничего себе! Как вы этого добились? Что вы сделали? Такое ощущение, что они вместе Строят свою систему образования Как будто бы они друг с другом советуются Потому что все, что я вижу пока что Все это работает прекрасно и практически идеально Например, во всяком случае в нашем колледже Система построена так, чтобы ты брал только то, что тебе реально нужно Как это понимать? Первый семестр мы... В первом семестре... На первом... На первом семестре мы не можем себе выбирать предметы Нам дают пачку и говорят Учите Но со второго семестра мы будем сами себе выбирать предметы И дело в том, что выбор не ограничен Тут есть так называемые majors Каждый студент в Беркли может взять себе абсолютно любой предмет на изучение Не в зависимости от того, какой у него факультет Допустим, у меня факультет будет Тоже интересная тема Не есть, а будет артист-исполнитель Так называемый перформанс И я имею право взять любой предмет, например, из... из композиции Или любой предмет из production, sound design Это может быть что угодно Очень классно то, что мы попадаем в Беркли как бы без факультета И это тоже, мне кажется, одна из... один из недочетов нашего образования Потому что я лично знаю огромное количество людей, которые поступили в университет Будь то даже хороший вуз И будучи на первом курсе, они остались недовольны своим факультетом И... и пожалели много раз о том, что они пошли именно на этот факультет Так вот, в Беркли, где я учусь, этого не произойдет Потому что все первокурсники, они приезжают сюда без факультетов Мы выбираем наши факультеты, начиная со второго курса То есть, даже если я приехал сюда и хочу на... я не знаю... хочу стать звукорежиссером Я могу изменить свои цели и стать кем угодно Я могу поменять свои предпочтения, желания Значит, как работает вся эта система выбора предметов Это отдельный и очень интересный разговор Дело в том, что в Америке и, как ни странно, во многих других странах Но, конечно, не в России Работает система так называемых кредитов У каждого студента есть ограниченное количество кредитов 16 У нас это 16 Для того, чтобы взять какой-то предмет, ты должен потратить на это кредиты Например, музыкальная литература 19 века Говоришь, класс, я хочу это изучить Но для того, чтобы взять этот предмет, ты должен как бы потратить на него 2 или 3 кредита Замечательно не только это А замечательно то, что, например, в один семестр ты можешь потратить все 16 кредитов И взять себе 8 предметов А в другой семестр ты можешь потратить только 4 или 5 кредитов И взять себе всего 2 или 3 предмета Для того, чтобы сделать свой график более свободным То есть, расписание, по которому мы учимся Оно как бы всегда подстраивается под нас И это замечательно Это работает не только в Беркли Это работает, наверное, во всей Америке Я не знаю Очень интересная вещь по поводу Беркли прежде всего И я думаю, это много где в Америке Это то, что приезжает учиться Это то, что приезжает учиться огромное количество иностранцев со всего мира В Беркли эта статистика просто сумасшедшая К нам приезжают учиться из 117 стран мира Что в 2 раза больше, чем вообще существующие страны Например, на прошлой неделе я встретил девушку из Македонии Очень много приезжает китайцев Вообще в Америке огромное количество китайцев Я не помню точную статистика, но по-моему 40% всех иностранцев Иностранцев, которые приезжают учиться в Беркли, это китайцы Не азиаты, а китайцы Потому что еще есть японцы И еще есть из Южной Кореи И это очень интересно изучать разные культуры И общаться с представителями разных народов Я рад, что в Беркли у меня есть такая возможность И должен сразу кое в чем признаться Дело в том, что когда мы, как туристы, куда-то приезжаем Особенно в Европу Мы чувствуем себя русскими И нам не нравится чувствовать себя русскими Мы прям, ой, ах там русские тоже Вот Сразу видно издалека, сразу видно русских Говорим мы с вами А тут, на самом-то деле, я чувствую себя европейцем Я имею ввиду в колледже, среди всех этих культур Очень много ребят из Индии Они вообще другие Они по-другому говорят, они по-другому выглядят Приезжают множество азиатов Это совсем другие люди У них другие правила этикета Что говорить об американцах Это люди, которые внешне похожи на нас Да, чуть больше, чем остальные Но они совсем другие Это вообще другая культура И вообще другой менталитет Если у меня будет возможность, я расскажу и об этом тоже Но мы здесь европейцы Больше всего, как ни странно Я общаюсь с европейцами Мы одинаково думаем Как ни странно, мы едим примерно одинаковую еду У нас похожи ценности в чем-то, как мне кажется Вот, и это очень интересный момент Где, как ни в Беркли И на самом деле вообще, где, как ни в Америке Встречать огромное множество культур Потому что это страна массовой иммиграции Сюда приезжают люди жить, учиться, работать, отдыхать Со всего мира Я не знаю статистики Но я уверен, что процент приезжих Здесь значительно больше, чем в любой В любой другой стране Если я, если I'm wrong Пожалуйста, напишите мне Скажите, Коль, ты дебил Ты не знаешь ничего Значит, я расскажу немножко про себя Любимого Я закончил джазовый колледж на Ордынке Он так и называется Все спрашивают, имени кого? Я говорю, на Ордынке Друзья поймут Меня можно заметить с концертами иногда И что интересно, может быть А может быть, это совсем не интересно Но я все равно скажу Дело в том, что в моем блоге Который вы смотрите Будет играть музыка, записанная только мной И больше никакой другой музыки играть не будет И если, если это все-таки интересно То вы можете у меня спросить Оставить бы комментарий под видео Где можно купить шутка Где можно скачать или послушать эту музыку Если вам нравится то, что звучит Если у вас не течет кровь из ушей То вы можете написать комментарий И сказать, Колян, это классно А если у вас все-таки потекла кровь из ушей То не стесняйтесь написать, что это дерьмо Так и скажите, Коль, блин Ты хороший парень, вроде бы Но музыка, которую ты пишешь Ну это просто, это невозможно слушать вообще Я бы не взял тебя учиться в Америку Значит, у меня сразу к вам просьба Нет, нет Не называйте это блогом Хотя вы можете, конечно, называть это как угодно Но дело в том, что я не блогер Я не блогер Я музыкант И мне есть что рассказать И я надеюсь, что это может быть интересно Не только для меня и моих родных Мне будет всегда о чем рассказать И ваши вопросы только направят меня И если вас это заинтересовало То примите участие Подписавшись И все И просто Enjoy your lives Enjoy your lives Enjoy Right now Enjoy Я надоел уже всем Потому что я тут хожу И снимаю себя на айфон Но тут всем все равно В плане Всегда всем все равно Тут особенно всем все равно И тут всем особенно Тут всем прям кофиг Субтитры сделал DimaTorzok